В общем, потом они меня проводили в армию. Когда проводили, я там выпил немножечко тоже. А потом, когда сел уже, в поезд нас посадили уже, все. И я уже попрощался с девчатами. Они говорят, пиши письма нам, все, мы тебе будем писать. Я говорю, ага, все, ладно. А потом что-то раз в карманы сунулся, смотрю, в одном кармане деньги, во втором деньги карман, в третьем. Я думаю, да что, я кого ограбил, как это так? Я же вроде выпил немного, откуда эти деньги? Я же все вроде на девчат, кстати, почему они, а кого я так, не могу понять. Оказывается, мне по пьянке все эти девчата, они, ну, коллективно все, мне насували незаметно все эти денежки в карман. Насували, они знали, что я все равно не возьму. Они мне все равно насували туда, и вот я, короче, уже. А потом мне эти денежки хорошо в армии пригодились. Я даже рад, что они мне насували. Они там, как мне хорошо эти денежки тогда пригодились. Я там, ну, брал в армии конферты, мороженое мы покупали. Вот, это первый год службы уже было. Ну, и письма я им писал. Они потом мне фотографили коллективное, прислали там полностью вся бригада. И я им писал с армии тоже письма. Они говорят, приходи после армии к нам. Ну, а потом как-то получилось. Так, я после армии уже отслужил два года в армию. А служил в Сребате. Там, это мы в Казахстане ракетные точки делали. Эти там площадки всякие. На площадках, короче, в Казахстане. Большинство тогда ракеты были. Ракеты, ракеты. Потому что Америка ракеты штамповала, мы штамповали. Вот, ракетная система была тогда. И вот, это строго было.